И как вы прекрасно понимаете, не хлебом единым жив человек. И вернувшись на круги своя, хотелось бы окунуться в детство. Оно было крутое, без кризисов и кредитов, без странностей от тех, кому верил. Я по сути возвращаюсь туда со своим сыном. Говори, ваши папа и мама, за сына надо игрушки. А без игрушек сын не сможет жить играть, и ему будет скучно. А я, Ая, мы приглашаем вас в магазин Орион. И вы поезжайте в него и покупайте для сына игрушки. Вот так-то все просто и понятно. Игрушки он хочет. А что бы вы хотели, то игрушки доступные в магазине Орион. Вот я хотел бы себе такой экспонат. Это автомат, и он классный. В нем еще такие пыли, но он не стреляет, не будет. И я знаю, и я хочу этот пустой. И папа, наверное, их сегодня мне купит в магазине Орион. И вот он так звучит. И это хорошо, что компьютеры стали меньше и доступнее. Я посмотрю, что станет позднее. Но все, что вы видите, издает свои звуки. Помню, появились в магазине Орион, новые машины. Появился такой Геленвагел. И он еще по-эпсоицке, конечно, без мигалок. Он хорош еще. И когда мне будет день рождения, он приедет сюда и купит чего-то. Вот такие машины тоже звучат. Вы же не хотите, чтобы Крендель озвучивал? Там есть и звук двигателя, и музыка, и сигнал. Вот, в магазине Орион еще появились машинки на пыльце управления. Вот такие, и вот такие. И они очень классные и спортивные. И приезжайте в магазин Орион и покупайте такие машинки. И, естественно, машины тоже могут ездить. Сидите сверху и командуйте. И в чем-то и это правило движения на дорогах. Мне уже не скоро будет 6 лет. Билли, когда и зима мне будет 6 лет. А эта, эта машинка на гусениц. И эти машинки, два малышей. А я уже ей их ставшим. Конечно, все это круто. И по сути для настоящих мужиков. Но вы не подумайте, что магазин Орион для тех, кто стал выше. Позвольте. Но детство начинается и с молодых корней. Вот есть еще бублюланты такие. Они стоят за 25 рублей. И папа сегодня их купит. Поезжайте в магазин Орион и покупайте такие бублюланты. Ну, так правильно. К слову, машины хорошо. Но позвольте. Может быть движение и большое, и это та же молодость. Чуть дальше и чуть круче. Вот еще бывает машинка, два девочек и два мальчика. Сегодня мы у людей по дороге никогда сюда заходили. Какую новую полицейскую машину. И еще новые машинки появились. Об этой теме можно было бы умолчать. Когда я был маленьким, машин на электротяге не было. Все двигалось педалями. Сейчас есть электротяга, и дети поймут правила. ДВС, походу, в прошлом уже. Че появился? Такой улаган с антенны. И у меня есть только простой улаган. Где с антенны? Еще есть улаган с пушками. Так, а как вы хотите. Подождали маленько, и практически по той же цене, и тот же результат. К слову, об отечестве. Отечественного здесь хватает. Я сегодня хотел купить лего себе. И здесь еще есть лего. Покупайте в магазине районе лего и собирайте лего с папой. Если ваши дети взрослые, пусть собирают. А если маленькие, пусть с папой собирают. Теперь вопрос другой. Про лего. Точнее, про конструктор из пластмассы. Конечно, мы никогда не думали, что можно собрать из кирпичиков. Да практически все. Да, лего круто. Но и весь Китай не отстает. Это хорошо, это круто. Но как про фильмы? Вот о чем я. Посоражаться от имени Спайдермена или Супермена может каждый. Дрестные вороны будут стоить 230 рублей, а пистолет будет стоить 45. Ну, копейки, копейки. Это не сильно дорого. Так что не пейте, господа, а подарите детям удовольствие. И, по сути, если такого удовольствия в вашей жизни станет больше, чем это не радость, то... Вот мне нужны еще майбелты. Конечно, она занимается взрослой девочке на майбелтов, а я пока нет. И занимаюсь. И цена в магазине айлонов. В магазине айлоне дешевле. Я теперь потихонечку объясню, как дать возможность учиться правильно. Естественно, должны быть подарки. Человек стремится быть круче и получает результат. Он доставляет вам удовольствие своими отметками. Да и вы не постыдитесь, ответьте тем же. Я хочу сегодня и зона искусал папе. А тебе без зона. И я сегодня его куплю. Вот он такой классный. И он так... И он так повзает по ручкам. К слову о том, что нравится. И не только мне. Мы, по сути, сейчас приезжаем вместе. Игрушек у сына реально много. Но он, как и я, любит магазин Ариона. Потому что с каждым новым приездом мы видим новинки. О как! Папа всегда приезжает в магазин Ариона. И мне покупают эти крутые игрушки. И они круче. И вы приезжаете в магазин Ариона и покупаете эти крутые игрушки. Там вельки. Еще мошенники. Мошенники. О подзарядках. Теперь тема куда? На север, дорогие мои. В сторону вокзальной. Конечно, хотелось бы показать всех. Но как-то странно получается. Никто и не хочет. А может быть и не надо. Потому что круче Ариона, магазина игрушек, я и не придумаю. Хочется много. А так и получается. Продолжение следует...